Всем привет, друзья! На последнем стриме подготавливали к окраске вот такую миниатюру для модели самолета МиГ-25 от компании А7 в 48 масштабе и выяснилось, что рука пилота не дотягивается до ручки управления самолетом. И многие из вас попросили, чтобы я осветил тот момент, как выпрямить руку, сделанную из смолы. Итак, давайте посмотрим. Для того, чтобы выпрямить руку, нам понадобится крутой кипяток. Желательно все это делать непосредственно на плите и воду держать на медленном огне, чтобы она кипела. Опускаем руку в кипяток, держим некоторое время, но стараемся не передержать так, чтобы у нас не испортилась деталь. И придаем ту форму, которая необходима. Да, и не все смолы могут выпрямиться. Нужно проверять. Есть смолы, которые поддаются выпрямлению в кипятке, есть, которые нет. Скажем, не смолы, а литийные пластики. Мне удалось разогнуть немножко руку в локте. И теперь я померяю непосредственно в кабине руку, насколько она у нас выпрямилась. И вот она сдвинулась на некоторое расстояние вперед к ручке управления самолетом. Осталось еще немножко двинуть вперед. Поэтому опускаем еще ненадолго в кипяток. После повторного опускания в кипяток, после того, как мы первый раз пытались выгнуть руку, рука у нас возвращается в исходное положение. Поэтому не забываем, что нам нужно разогнуть деталь больше, чем в предыдущий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Рука у нас разогнулась на достаточное расстояние. Теперь она дает до ручки управления самолетом. И на этом процедура завершается. Если кому-то необходимо выпрямить некие детали, давайте посмотрим на примере вот такого еще мяча. Что у нас будет? Изначально он имеет слегка выгнутую форму. Опускаем в кипяток. Держим некоторое время, чтобы наша деталь хорошо-хорошо прогрелась. Вынимаем. И видим, что деталь у нас довольно пластичная. И вот таким вот образом, растягивая в разные стороны, вытягиваем, чтобы наша деталь стала прямая. Не забываем о том, что деталь нужно выпрямлять во всех половых костях. Также для более быстрой фиксации детали в нужном положении после кипятка можно воспользоваться струей проточной холодной воды, удерживая в нужном положении деталь, охладить под струей. Итак, всем спасибо за просмотр. И если вам понравился данный обучающий урок, ставьте лайки, пишите комментарии, возможно, какие-то дополнения. Не забывайте заходить в наши группы, в наше сообщество по ссылкам. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok